сегодня с утра нашел железки спалил болгарку но я не не спалил у нее щетки износились треугольником вот так вот и задели эти выгнула прям капец пришлось новую заказать в магазин ехать забирать и вот сегодня доварил почти конструкцию это пятаки отсюда ставится будут выпирать сюда с той стороны тоже сейчас заварил и проблемка одна мне остается вот эти вот спилить я уже не помню я потом посмотрю я специально записался так вот сегодня доварил вот это вот четыре трубы лежит это вот будет продолжение на 70 сантиметров у каждой получается потом их надо будет вровень отстрогать потому что каркас конечно не новый я на него много денег отдал кроме нижнего ничего не повело от температуры это тоже по повело этот очень сильно повело этот еще сильнее пришлось короче разбирать на четыре части ну пополам это понятно четыре части верхнюю часть чтобы они напряжение сняли и после этого заварить заново все это конструкцию сейчас надо накинуть сверху больше снизу меньше а потом это все дело отпилить до чушь ты летаешь что тут так блин прям вообще сегодня смотрю это у нас дикие животные всякие по городу летают ну в нашем пятаке я честно говоря удивлен то есть они в лесу живут а тут летают уже здесь у меня на пятаке у меня много деревьев разных ладно в общем все так то хорошо у меня 2 болгарка есть но у нее дисков нет 115 у нее до 125 это есть плохо а покрыл самое главное что хотел сказать сегодня покрыл жидким пластиком тот у меня самодельно это я сам делаю жидкий пластик вот если посмотреть вот он вот так выглядит сверху а вот это вот еще покрашены вот царапина то там жидкий пластиком под ним под краской в общем самодельный не боится невысоких температур дольше сохраняет лакокрасочное покрытие лучше защищает лучше впитывается в коррозию грунтует и сверху вот покрашиваешь покрашиваешь когда получается лучше защищенное покрытие но может быть не столь красивая я не вижу если по шары поэтому по мне так пойдете да и в принципе равна то что вот это вот все вот там вот видите вот так вот мне не страшно у меня панели все равно будут вешаться непосредственно сверлиться под них дырки при установке поэтому особо и за это не переживаю мне главное крепость крепости здесь достаточно я же забыл трубу здесь не надо кидать потому что у меня снизу то идет труба это тройка со старой конструкции примут в такая конструкция не стояла на старом пристройки при строе сейчас главном не блин спилить сверху макушки а я положить не могу меня получается двором узкий то есть если я положу она будет либо в деревья упираться либо еще куда-то а а мне надо сверху обрезать и вон ту длинную трубу который вон там вот выпрямить и под определенным углом варить для того чтобы когда я конструкцию поставлю это труба уперлась ну легла на дом на специальную доску по которой идет обрешетка у дома ну что если я буду ее фиксировать саморезами пятерками было надежно крепко вот самое главное что большая часть уже работы проделана ухи заварены конструкция встанет можно по идее забить просто приставить приварить потом доварить там же железо ничего страшного но хочется сразу сделать по-человечачь вот она с одного края когда берешь весит примерно килограмм пятьдесят вот несмотря на то что вся эта конструкция весит под сотку ее можно легко в принципе 1 музыку рочь если грамотно распределять нагрузку она будет в районе 5 метров то есть сейчас 4 40 я увеличиваю до 5 и 1 метра чтоб у меня был запас на 5 панелей но это уже секреты открываю вот потихоньку по чуть-чуть мне это надо решить с этой стороны так как будет по столбу мне надо оставить промежуток чтобы вот сюда тени не падали эти панели но и вот эти расстояние есть сюда сдвинется и туда еще наварится и вот это перенесется туда и надо чтоб от этого паруса не падала тень суда поэтому сюда чуть-чуть сдвинется суда вот как то так ну и соответственно может быть пол продолжен у балкона вот так вот в принципе можно вообще нарастить сделать здесь тоже как тогда у меня был типа подобие балкона но особого желания не горю лишние стройматериалы туда я не собираюсь лазить вообще но будет дополнительно у дома навес вот как то так